Целый год бывший оперуполномоченный уголовного розыска Михаил Анкудинов охотился на Брундука. Ради одного снимка часами просиживал возле норы. То ли грызун привык к присутствию человека, то ли решил его пожалеть, но теперь портрет Брундука украшает стену зала Центра народного творчества. Именно здесь Михаил Николаевич решил организовать свою первую выставку фотографий. Вы знаете, как он сильно волновался, вы даже представить не можете. Он постоянно думал, какие фотографии представить, а ему только это не понравится. Мы говорили, что по опыту мы скажем, что людям открыть зловое имя всегда интересно. Первые фотоснимки Михаил Николаевич сделал будущий школьником. Тогда на советскую смену щелкал все, что видел. Одноклассников на перемене, друзей во дворе. Любил приходить в театр и наблюдать за работой матери актрисы. За день уходило две-три пленки. Он и сейчас не делает предпочтений какому-то одному жанру. В большей степени мне нравятся фотографии подсмотренные. Когда видишь живые эмоции людей, лица настоящие, не сделанные, трудно очень сделать постановочную фотографию. И те, кто этим занимается, это, конечно, мастерство высочайшего класса. Вернулся к фотографии Михаила Анкудина всего пять лет назад, когда в рабочем графике стало больше свободных часов. Теперь преподаватель школы юстиции редко оставляет фотоаппарат дома. Путешествие по миру запечатлевает исторические места, природу и, конечно же, людей. Секреты маленькие такие. Либо делаешь незаметно снимок, чтобы люди вообще не видели. Либо, если тебя обнаружили за этим занятием, то улыбаешься, просишь, показываешь фотоаппарат, и люди подходят, смотрят. Тысячи снимков хранятся у фотографа в электронном варианте. Сотни распечатаны. Организовать свою первую выставку Михаил Анкудинову посоветовали друзья. Она названа символично «Калейдоскоп стран – событий людей». Продлится фото-выставка до середины марта. Анна Маринец, Александр Синельников, Телемикс.